Работа седьмого глобального бакинского форума продолжает отслеживать корреспонденты CBC. Прямо сейчас на связи со студией находится моя коллега Эльнара Алиева. Здравствуйте, Эльнара. Как проходит работа форума сегодня? Телли, здравствуйте. Сейчас мы хотим подвести итоги сегодняшнего второго дня седьмого бакинского глобального форума. И последнее заседание только что закончилось. И с нами здесь находится бывший депутат КНЕСИТа Иосиф Шагал. И мы подведем итоги сегодняшнего второго дня бакинского глобального форума. Здравствуйте. Добрый вечер. Господин Шагал, пожалуйста, давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Какие интересные темы сегодня были обсуждены и на что было обращено особое внимание? Ну, я бы отметил выступление моей соотечественницы Цепеливни. Это бывший премьер-министр государства Израиля, бывший министр иностранных дел. Вообще-то человек достаточно авторитетный. Речь шла, и, собственно, эта тема, она главенствует и вчера была важной, и сегодня продолжается. Это роль государства в современном мире. Это то место, которое занимают, скажем так, обычные страны по отношению к супердержавам. Это условия, при которых страны могут достигнуть взаимопонимания. И главное, это причины и следствия того, что происходит. Это ответ на вызовы, на вызовы, которые сегодня дает современный мир. Азербайджан и Баку, в частности, становятся очень серьезной площадкой для такого рода переговоров. Кому-то, возможно, покажется, что это все-таки в большей степени много разговоров, где практика, где конкретика решений. Но, во-первых, надо понять, что для того, чтобы принимать серьезные, извешенные решения, надо встречаться. Надо встречаться, обсуждать, говорить, сверять позиции. Сегодня видно, что уровень участников очень высокий. Но это всегда было так. Это бывший вице, бывший премьер-министр, бывший президент, руководитель государства. Я думаю, что их авторитет, их опыт политический и, главное, их контакт, он может принести очень серьезные, реальные результаты. Я имею в виду и обеспечение безопасности в мире, и борьба с терроризмом, и ситуация с государствами, которые пытаются отстоять свой суверенитет. И, в частности, для Азербайджана, наверное, это очень важно, особенно учитывая Карабахский конфликт, Карабахский кризис, необходимость сохранения территориальной целостности Азербайджана. Но это понятно, что эта тема главная сегодня для Азербайджана, хотя она созвучна для многих других стран. У многих стран сегодня в мире есть эта же проблема, то, что объединяет Азербайджан с этими государствами. Вот, в общем, главные темы такие, которые сегодня звучали. И, как мы знаем, здесь большую роль также было уделено вопросу обеспечения мира и безопасности. И как Вы считаете, какова роль Азербайджана в данном контексте? — Азербайджан — очень своеобразное государство. Я вчера был на одной из программ, и они спрашивали, очень много говорили о толерантности и о мультикультурализме. Модное слово сейчас о том, что Азербайджан, традиция мультикультурализма. Я о теории говорить не буду, я о практике скажу. А практика вот этого мультикультурализма заключается в очень дружественных и плотных отношениях между Израилем и Азербайджаном. С одной стороны, мы совершенно разные страны, иудеи, мусульмане, абсолютно разные регионы. Мало того, ну, очень много сложностей. И в то же время Азербайджан является самым близким, единственным, наверное, по-настоящему ценным партнером Израиля в мусульманском мире. И это, о чем это говорит? Это говорит о том, что способность руководителей государства, руководителей Азербайджана понимать, она значительно выше. То есть речь идет о чем? Мы живем в мире стереотипов. Люди часто отказываются от чего-то только потому, что говорят, ой, а это я не хочу. Они не хотят услышать, а что стоит за этим? Что такое мультикультурализм? Мультикультурализм — это на самом деле два понятия. Для того, чтобы, значит, надо понимать и надо уважать. Вот если у вас есть понимание, есть уважение, вы можете найти язык с кем угодно, понять кого угодно. Не надо обижаться на мелочи, не надо обижаться на то, что написано в газете, не надо обижаться на то, что порой может сказать один или другой политик о той или другой стране. Это форма, это политика. Надо понимать, что стоит за этим. Вот если за этим стоит понимание и уважение, как это имеет место в отношениях между Израилем и Азербайджаном, все будет хорошо. Вот это и есть мультикультурализм. Спасибо вам за то, что уделили нам внимание. Вам спасибо. И всего доброго. До свидания. Я добавлю, Телли, что последний день Бакинского глобального форума — это завтра. Сегодня состоялись семь панельных заседаний, оставшиеся три состоятся завтра. Ну и, как я отметила, Бакинский глобальный форум завершит свою работу уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова